Всем привет, друзья! Это, наконец-то, долгожданное седьмое продолжение нашего прохождения Need for Speed образца 2015 года. Как вы видите, я в этот раз на GTR. И, как вы видите, он немножко слезон по GTR с Реграфцева, но... Но, как бы, да, у меня тут и дрифт-тюнинг стоит, не могу я никак оторваться от дрифт-тюнячек в Need for Speed, поэтому уж простите меня, посмотрите-ка на него, прикольно капельки стекают. Ой, все-таки Скайлики — это прекрасная машина, уж кто бы что ни говорил, но без Скайлайна жизнь просто не мила. Вот, что мне хотелось вам рассказать. Я немножко прошел гонки, как всегда, за кадром, потому что в кадре, как вы видели, у меня получается иногда не очень, и вы меня засираете, что я нихрена ездить не умею. Ну, что поделать? Вот бывает такое, когда разговариваешь с вами и при этом еще стараешься хорошо ехать, получается, что врезаешься в всякие столбы и прочее, и прочее. Ничего с этим не поделать. Зато, когда я молчу, спокойно, сосредоточенно играю, у меня все получается. В общем, что у нас было? Я прошел несколько сюжетных гонок. Да, вы, к сожалению, не получилось вам показать заставки. Я просто думал до последнего момента то, что по, так как сказать-то, за эти 10 часов, которые предоставили Electronic Arts через подписку и АЦС, я думал то, что потом, после этих 10 часов, все, что я прошел, скипнется. Мне нужно будет, когда у меня, когда я буду в полной версии игры играть, я думал, что мне придется все заново проходить. Поэтому я не парился, и последние гонки проходил уже не на запись. Вот, но вы не расстраивайтесь, потому что именно сюжетных гонок я прошел, по-моему, всего две. И за одну сюжетную гонку я получил там новый Porsche, который РВБшный как раз. Но еще саму гонку с ее обладателем я не проходил. В общем, какой расклад сейчас? Сейчас я хочу пройти две оставшиеся дрифт-гонки. Да, то есть у нас опять получается дрифт-выпуск. Потом я этот скайлик продаю, и мы едем себе спокойно на одной штуке, которая очень эксклюзивная, друзья. Очень эксклюзивная, это будет сюрприз для вас. Это настолько эксклюзивная штука, что, наверное, она есть только у меня и у обладателей только эксклюзивного издания. Так, ну ладно, давайте сначала проедем вот эту гоночку. Это у нас обычная дрифт-битва. Что ж, дружище, не сбавляй скорость, держи угол и смотри, не потеряйся. Ну да. В общем, нам тут нужно держать угол и смотреть, чтобы мы не потерялись. Так. Сразу полицейские откуда-то взялись. Оп. А вот и я начал лажать, отлично. Сколько мне нужно очков набить? Ага. Меня уже ману обгоняет. Сейчас гонки уже... Блин, ёкало мэне. Она не поворачивает. Что за хрень? Лучше бы я сливу взял. Она не хочет дрифтовать. Что с ней не так, вы видели? Что с ней происходит? Я чувствую, я на ней не проеду вообще никакие гонки. Ё-моё. Ё-моё. Что я за говнище сделал? Это ад просто какой-то. Она... Она постоянно в дрифт срывается. Я её удержать не могу. Это ужас. Это ужас. Она не хочет ехать ровно. Вот так вот тут приходится поворачивать, чтобы хоть как-то войти. Я наконец-то обогнал ману, но я... Я не чувствую победы. Эта машина не едет. Друзья, это ад. Смотрите, она просто не поворачивает. Я тут все углы сшибаю. Да. Да. Это, кстати, я не договорил. Гонка с уровнем трудно. То есть здесь же порвущая уже сложность. То есть если я там гонки с уровнем сложности лёгкий, иногда не проходил. Всё из-за кривостой физики. Иногда, как вы видели, машины не поворачивают. То есть здесь вы уже понимаете. Тут всё очень сложно. Но, тем не менее, эта машина прокачана по максимуму. По максимуму. Тут практически все детали, которые на неё возможно поставить, всё есть. Вот как надо было это проходить. Понятно всё. Я не заметил то, что там нужно было проехать. Тормоза, естественно, не работают. Точнее как. Они работают, но они в этом инфейсе вообще ватные. И представляют из себя просто сладкую вату. Я тут просто на скорости 100 км в час всего дрифчу. При этом у меня стоит на машине такая турбина, что она спокойно себе... Сколько у неё там? У неё 800 чем-то лошаденных сил. У этой тачки. То есть вы сами понимаете, как она может ехать, если захочет. Но, тем не менее, я уже оторвался хорошо вперёд. Несмотря на то, что езжу как лошара. И вот, как всегда, врезался. Ох, чувствую, сейчас начнутся комментарии. Сходи к окулисту, ты не умеешь ездить. Ля-ля-ля-ля-ля. Меня всегда радуют такие комментарии. Они меня забавляют. Потому что в подавляющем большинстве это пишут люди, которые даже просто не играли в игру. И не знают, насколько здесь всё довольно сложно. Приходится дрифтить примерно, как я в форзе это делаю. А, то есть я ещё не доехал. Или всё окей? Нет. Всё окей. Тут проходит время. Если у вас больше счёта, то вы выиграете. Всё, отлично. Замечательно. Как медведь по судной лавке. Всё разворотило. Просто шикарный комментарий. Ну, что поделать. Ну да, как медведь по судной лавке. И, кстати, сразу говорю для тех, кто сейчас играет и испытывает какие-то проблемы с деньгами. Друзья, чем круче вы дрифтите, тем лучше у вас будет всякий там... Больше прибавляться очков в стиле. И за счёт этого больше денег в итоге будет. И быстрее будет прокачиваться уровень. Как вам машинка? Я её уже выхерачил, как обычно. Так, давайте пойдём возьмём халявные детальки. Так, взяли. Отлично. Звук, конечно, у неё вообще. Вот только послушайте. Просто машина-зверь какая-то. Но сейчас, на самом деле, на таком уровне уже все машины-звери. Но это, конечно, такой зверёк хороший, я бы сказал. Так, ладно, поехали в другую дрифт-гонку. Надеюсь, она никакая не командная. Потому что вы видели, как несёт машину. А теперь представьте, что будет, если я буду в командной гонке на ней ехать. Это просто будет ужас. Настоящий, мать вашу, ужас. Так, ну ладно. Меня всё время пугает надпись «Трудно». Но эта надпись «Трудно», означающая сложность, не всегда такой является. Например, некоторые гонки, которые я без записи... Чё это происходит? Охренеть! Например, многие гонки, которые я проходил без записи. С надписью «Трудно» я проходил себе спокойно с первого раза и даже не напрягался. Куда ты? Как её носит, друзья! Её несёт просто неимоверно. И если на сливе я ещё хоть как-то понимал, куда её несёт, что с ней делать, то здесь она просто уходит в дрифт, и я вообще не представляю, что с ней делать дальше. Вот, например, вот как так. Я был уверен, что она тормозится. Я был уверен, что она вытянет. Но этого не произошло. То есть она почему-то, когда нужно, она делает... Когда не нужно, точнее, она делает держак, а когда нужно по-другому, она, короче, не делает. В общем, непонятная машина. Но вообще, на самом деле, это даже не машина. Это непонятная физика МФСа, на которую уже пожаловались все, кто только может. Вы прикиньте, я обычно набиваю 30 очков за один дрифт. 30 тысяч очков. А тут мне вообще никак не получается. Вот уже пытаюсь с раскачки это делать. И всё равно. Причём дрифт это одно из самых лёгких здесь. То есть у меня до этого, я на сливе там, в такой дрифт соревнования жутко проходил. Это просто жесть. Ну вот сейчас вроде нормик было. Ай, куда ты? Вот зачем она... Вот почему она сейчас выпрямилась? Я не делал ничего, чтобы она сейчас выпрямлялась. Блин. Вот как? Так, почему она, когда нужно, дёрганная, а когда не нужно, она не такая? Как? Куда? Ё-моё. Ладно. Мы хотя бы это прошли. И теперь не буду вас мучить этим дрифтом. Он меня уже самого, если честно, замучил. Реально очень сложно найти машину с той конфигурацией дрифта, чтобы вы хоть как-то понимали и хоть как-то могли её управлять. То есть это получается вот каша какая-то, которая вот сейчас была, и это дико раздражает. Просто я слишком долго играл в Форзу. Я привык к тому, что я понимаю, куда едут машины. Я понимаю, что нужно делать, чтобы, блин, нормально дрифтить. Здесь такого нет. Ты не понимаешь просто, что нужно сделать, чтобы машина правильно поехала. То есть некоторые машины ставятся нормально с ручника. Некоторые машины ставятся нормально с тормоза. И ты просто не можешь с первого раза въехать, что тебе нужно делать. Отлично, покрутили бублик. Итак, в общем, переносимся в гараж. Я её продаю. Нафиг. Нафиг её продаю. Это понятно. Эта машина только для Цареграфцева. Я теперь знаю, почему на 32-х Скайликах никто не хочет ездить. Всё понятно с ними. Ладно, я покажу вам одну фишку, которая есть не на многих машинах. Но такая фишка есть. Это очень такой прикол вообще, который оценят только, ну, не знаю, избранные люди, наверное. Здесь можно поставить другой обвес. Сейчас я вам покажу. Вот это у нас РВБ. Сейчас вот я уберу всю визуальную модификацию. Все детали. Смотрите. Видите? Можно её превратить в 34-й Скай. В 34-й, друзья. Это просто капец. Это капец полнейший. Давайте просто купим по приколу этот обвес. И посмотрим, как это будет выглядеть. Смотрите, реально, это... Только по задним фарам можно понять, что это 32-я. Просто жесть полная. Вот что называется полный свап вообще. Всю морду свапнули. Даже не морду. И получается и крылья, и задние, и передние. Вообще жесть полнейшая. Так, нет, гаража не хочу покидать. Вот, кстати, машины. Это у нас РВБ Накая. Это моя 911-я. И вот машина, которую я вам хотел показать. Да, друзья, как вы поняли, это BMW M3 E46. Та легендарная BMW, которая рулила в Need for Speed Most Wanted. Из-за которой просто все плакались, когда она сломалась. И которую так было... Просто переполнялось счастье, когда вы её в конце игры всё-таки доставали. И на ней всех дёргали. Это та легендарная машина. И получить её можно в этой игре в Need for Speed 2015 года. Только если вы купите эксклюзивное издание. Точнее, здесь есть именно вот это BMW. Но вы не получите вот такую раскраску. Вы не получите вот эти эксклюзивные диски, которые есть прям сразу на ней. Тут не будет вот этих стикеров. Ну, в общем, она не будет той, которую хотелось бы видеть. Вот. И что же мы будем делать? А мы её будем сейчас прокачивать под гриб. И посмотрим, сколько эта тачка будет хорошо ехать. По сравнению с моими Паршами. Потому что эти два Парша, это просто боги в этой игре. Я вам серьёзно говорю. Пока что я ещё тачки лучше просто не видел. Они от всех уезжают. Просто на... Не знаю, сколько корпусов. На корпусов 10, наверное, сразу уезжают от всех. И потом их догнать никто не может. Так, ну ладно. Давайте. Ставим её по максимуму всю. Кстати, эксклюзивные здания. У меня ещё есть скидки на все детали тюнинга. Вот видите, там стрелочка 10%. Это значит скидончик. Так. Всё. Ставим. Мощность... Ну, вообще, по мощности что-то я бы не сказал, что она сильно рулит. Давайте сейчас мы поставим турбину. Турбина решает вообще. Так, а что там дальше у меня нет? Турбины вроде... А, на 40 уровне открывается. Окей. Окей, всё понятно. Так. 575 лошадиных сил и практически 4 секунды до сотни. Что-то она какая-то медлительная у нас девочка вообще. Так. Ставим это. Эбу. Обязательно. Так. Уже 634 лошадиных силы. Так. Ставим блок цилиндров. 696. Так. 731 лошадиная сила и 3 секунды до сотни. Так. Это у нас уже всё. Так. 803 лошадиные силы. Чувствую сейчас она по мощности будет такая же, как у нас GTR была сейчас. Р-32. Так. Ставим. Стоп. Муфта сцепления сцепления сцеплением приезжать на 2 секунды. Больше мощности вода двигатель всем сильнее. А, ну всё. Это уже ухудшает у нас. Так вот. Понятно. Нитрос мы ставим обязательно. Так. Время на нитро. Так. Мне это не надо. Я лучше хочу динамическое нитро. Подвеску ставим. Ну, подвеска она у нас ни на что толком не влияет. На мощность на всё это дело не влияет. Так. Ну, смотрите. Уже меньше 2 секунд она разгоняется. Так. Колёса, естественно, для гриппа сейчас ставим. Мы в этот раз будем в грипп играть. Так. И полностью регулируемые тормоза. Ручной тормоз. Пусть будет ручник такой. Стабилизаторы подвески. В общем, всё по максимуму ставим. Всё, что возможно. И вот что у нас получается. С нуля до сотни. 2 секунды 76 сотых. И 835 лошадиных сил. Для сравнения. Так. Хватит названивать. Для сравнения возьмём мой Porsche. И давайте зайдём посмотрим, сколько у меня у Porsche. Какие характеристики. Вот она здесь. Смотрите. На удивление. На удивление. У него разгон просто дикий. Просто дикий вообще разгон. Но мощность всего 583 лошадиных силы. То есть, по логике вещей, мой Porsche намного хуже, чем эта тачка. Давайте его сейчас попробуем прокачать до конца. Потому что у меня тут некоторые детали стоят не максимальные. У меня сейчас есть намного более лучшие детали. Насколько я помню. Может, я и ошибаюсь. Может быть, он всё-таки до конца прокачан. Так. Ещё разок. А, вот. Да. Распредвал новый установим. Смотрите. Уже 0269. Офигеть. Так. Головки цилиндров. 0266. Друзья. Просто охренеть. Так. Выхлопная система. 0263. Просто. Ё-моё. Я не представляю, что будет, когда я куплю Феррари. Я буду бояться её. Так. Подвеска. Ну, подвеска уже ни на что не влияет. Шины. У меня тут дрифтовые стоят. При этом она на этих дрифтовых шинах очень хорошо держит дорогу. Так. Стабилизатор. Воздушный фильтр. Система охлаждения. Ну и коллектор. Топливная система. Надув. Ну всё. А, стоп. А, ну да. Так. Ну вот. В общем, 605 лошадиных сил я из неё смог выжить. И 0,2 секунды. И 0,63 с 0 до 100. Вот такие дела. Ну, поедем мы всё-таки сегодня. На Бэшечке. Потом ставим её. Хочу ещё раз пребываться на её характеристики. Офигеть. 835 лошадей. Это пока у меня рекорд. Ладно. Ходовые характеристики меняем. У неё тут в грипп немножко уведено. Я её уведу чуть-чуть в дрифт. Не могу я совсем прям в гриппе ездить. Так. Ну что же. А теперь поехали на соревнования. Обязательно. Обязательно сейчас нужно её проверить. Как она всё-таки ездит. Именно. В гонках. Потому что ну как-то. Как-то так. Прям. Не кататься на ней. Это ж невозможно. Это ж настоящая легенда. Как без легенды-то. Вообще мне очень нравится, что её ввели в Most Wanted. Это конечно для тех, кто очень сильно ностальгирует. И многие будут говорить, что вот, она уже надоела. Она везде. Её IGM разыгрывали и так далее. И так далее. Но всё-таки её видеть приятно. Её приятно увидеть в игре от разработчиков, которые прикладывали руку всё-таки к NFS. К самым популярным частям. Так. На нервах. Трудно. Проедить по маршрутам можно быстрее и финишить за данное время. Мне даже вот от описания уже страшно. Ладно. Погнали. Сбор заборов и столбов начнется сейчас. Друзья, кстати. Машина, мне кажется, заслуживает лайка. Обязательно поставьте лайк. Ой. Звук-то какой. О-о-о. Вот это звук. Вот это звук. Побейте рекорд Магнуса в гонке на время. Рекорд меня не остановит. Слышишь, Магнус? Угу. Ну что же, давайте протестим её, как она ездит. Буду надеяться, что её не кидает. Вроде стабильно едет. Мне кажется, её надо было полностью на гриб переключить. Немножко... Немножко сносит её неприятненько прям. Приходится подруливать. В общем, пока мой фаворит это Porsche. Так, лёгкий снос. Что, кстати, можно было и не делать. Это было неожиданно. Так, несёмся. Послушайте, как она пукает. Когда мы это, газ отпускаем. Вообще офигеть. Я не помню, такого, по-моему, в стонтезе не было. Так, вот, вот сейчас вот не хватило дрифта. Опять я резкие повороты пропускаю. Ну что со мной не так? Не, Porsche намного лучше едет, друзья. Некоторым будет это обидно слышать, но... РВБшка едет лучше. Намного лучше. Она прям бескомпромиссный лидер в этой игре пока что. Блин. Я думал, там в другую сторону мы поехали. Но, тем не менее, финиш. И это была трудная гонка, друзья, напоминаю. Но, смотрите, я приехал-то впритык. Я бы не сказал, что у меня... Я там просто целую минуту сэкономил. То есть, мог бы, если бы хорошенько врезаться, и проиграл бы. Но при этом, видите, вот в чём весь косяк. Вообще, в чём проблема игры. Я сейчас... Магнус. Так, ну, Магнус Уолкер, если вы не знаете, это настоящий стритрейсер. То есть, нам надо будет тягаться с настоящим стритрейсером, который реально существует. Вот, в общем, что я говорил. Проблема игры, самое главное, то, что... Когда вы ставите на грипп машину, вы, естественно, не дрифтите. А если вы не дрифтите, вы не зарабатываете очки. Здорово, приятель. Мне тут скучно стало, заезд устроил. Под речком. Поглядим, какой результат у тебя выйдет. Угу. Так, ну, хорошо. Вот я видел, там как раз новая зелёная появилась. Где она? Неужели это? Проездить по маршруту можно быстрее? Ну да, это, наверное, оно и есть. Потому что, если проезжать по маршруту, то это 100% его гонки. 100% его. Кстати, машина была бесплатная. Мне её не надо было покупать. Это, опять же, всё за счёт эксклюзивного издания. Так, ну что же, поехали. Побейте новый рекорд Магуса. Когда же мы уже с ним будем соревноваться? Это просто невозможно. Мне надоело его рекорды бить. Буду надеяться, не будет опять поворотиться на 90 градусов. А то я их проморгаю, как всегда. Хватит названивать. Машину сносит. Точнее, не сносит, её ведёт немножко. А-а-а! Блин, ну всё, началось. Эта стрелочка меня иногда обманывает. Мне кажется, что нужно ехать туда, а там можно было и объехать. Вот в чём проблема. Ой, начались узкие дороги. Вот это вот печаль. Узкие дороги, это не для меня. Ну, как я и говорил, узкие дороги, это не для меня! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, успокойся. Не паникуй. Резко слишком. Хватит ездить тут. Мешаетесь! У меня тут напряжённая гонка. Так. Так, не буянь. Не буянь, бэшечка. Не буянь. Так, всё вроде хорошо. Я успокоился немножко. Прости, твой ага, я тебя поцарапал. Двадцать. Двадцать точек надо проехать. Пока семнадцатая. Ещё есть возможность. С резкими поворотами, которые сейчас будут. Ну ладно, он не очень резкий. Но тем не менее, я умудрился как лошара почти в ноль скорость бросить. И, и... Да, я успел. Я успел. И... Честно, это было не так напряжённо, как я думал. И я тут больше орал как бешеный из-за боязни того, что просру. А на самом деле, гонка-то лёгкая была. Но тем не менее, я вам всё равно скажу, то что если бы я был на Порше, то я бы проехал сейчас бы и стильнее, и быстрее. Ну ладно. Эта серия посвящена этой БМВ. И я... Я не отвернусь от неё на эту серию. Сто процентов. Динамическая нитра. Отлично, там новая. Привет, это Магнус. Неплохо гоняете, я впечатлён. Опа. Если сможете так же быстро, как я, тогда, может, прокатимся вместе? Жгите. Да, надо Магнус сделать уже. Он заколебал и пендриваться. Так. У него зелёные метки. Всё, нужно запомнить. Зелёные метки — это Магнус. Лонгхорн. А, ага. То есть, у меня сейчас... Ну ладно, давайте заставнику посмотрим. Ну просто, очень много гонок ещё, которые можно проехать. Вот. Здесь вот, например. Здесь вот. А, здесь это у нас чё? А, тут надо дрифтить. Не, машина уже не подойдёт. Ну ладно, погнали сюда. Ой, по привычке нажимает телепорт, как в Форзе. Ёкало, Мане. Грёбаные привычки. Когда вы от меня отлепитесь уже? Ну что ж. Погнали. Интересно, они бак этот убрали? Полная версия. Вы едет она ещё в стену? А, ну тут... Тут она в стену никогда не въезжала. Ладно. Слушаем. Привет, это Магнус. Неплохо гоняете, я впечатлён. Если сможете так же быстро, как я, тогда, может, прокатимся вместе? Жгите. Удачи. О, блин! Откуда у него твой номер? Я ни при чём. В курсе, что это значит, бро? Твоя заслуга. Опять за своё. Вы оба заслужили. Не, Роб, лучше его похвали. Наш дружище всем там жару задал. Вот Магнус его сразу и выбрал. Хватит хвалить меня. Поглядал же близко. Хватит. Соси сделаем дело. Давай. Ну как вы понимаете, игра уже потихонечку начинает к своему завершению подходить. То есть, боссы, битвы с боссами. Так, ну ладно, давайте какую-нибудь сейчас гоночку проедем. Какую-нибудь не дрифтовую. Дрифт. Там везде дрифт. Значит, едем сюда и проходим вот эту сиреневую комплектующую. Странно, почему у него такое название? А, ну всё правильно. Да, это сейчас, если я пройду, мне там подарят какие-нибудь новые комплектующие. Отлично. И я эти комплектующие потом прихерачу на Порш. Не, друзья, ну это правда. Машина хорошая, М3. Но она немного попсовая. Я бы не сказал, что она тут шикарная. Погнали. Выиграйте спринт с Эйми. Блин, я ненавижу, когда со мной боты ездят. Они напрягают. Кстати, она как-то странно бьётся. Она почти не разбивается, походу. Топим. Так, пошли вон от меня. Ой. Я не хотел. Власти, простите меня. Уйдите. Воу. Воу, вы видели, что творится? Что это было? Что опять за аварии дикие какие-то посреди гонки? Что происходит? Это опять там онлайн-чувак, наверное, какой-то врезался. И что, я теперь гонку из-за этого просру? Ну отлично вообще. Просто шикарно. Моя попа сейчас просто кипятком налилась от этого. Ой, ё-моё. Я не хочу приходить четвёртым. Надеюсь, они там тоже врежутся в кого-то. Отлично. У меня ещё и трасса пересовывается перед носом. Да, давай, Need for Speed. Делай всё, чтобы я просирал. Да, звоните мне сейчас во время гонки такой напряжённой. Когда я даже сейчас не видел, куда ехал. Я ещё и третий. Офигеть. Куда, 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 куда? А ну фу. Да что вы творите? Почему машина в меня должна была обязательно отлететь? Офигеть. Да я чуть-чуть стену-то задел. Не, вот это уже не камильфо. Мне это не нравится. Я на это не подписывался. Ещё и подлагивание. Отлично. Я буду до победного ехать. Я буду верить свою удачу. Блин, уже 18 из 23 точек. И меня в жопу ещё подпихивают. Да ё-ка ла-моне, ребята. Отстаньте. Где первый там вообще? Он не существует что ли в природе? Как? Вот это... Ой, вот это зашквар. Вот это зашквар. Просто полнейший зашквар, друзья. Нет, эта машина не поворачивает, к сожалению. Просто не поворачивает. Я не знаю, что с ней не так. Да. Мы просрали эту гонку. Да. В общем, на такой плохой ноте мы заканчиваем седьмую часть прохождения. И сделаем так, что восьмую мы постараемся выигрывать. Потому что я уже поеду на своём Порше, на котором мне очень нравится ездить. Но, тем не менее, мы несколько гонок выиграли, поэтому я не полный лошара всё-таки. В общем, с вами был Дмитрий Ванпоинт. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вы поставите лайк и обязательно напишите какой-то классный комментарий. Ну и, конечно, подпишитесь на канал, если вы ещё этого не сделали. Всем пока-пока.